Добрый день, с вами психолог и психосоматолог Коробкова Наталья. И сегодня тема психосоматика заболевания пальцев рук. Какие обычно у нас бывают заболевания на пальцах рук? Это либо кожные заболевания, экземы, нейродермиты, псориаз, атопический дерматит. Потом это могут быть артриты, артрозы, и это могут быть переломы. Кожные заболевания говорят у нас всегда про неприятный контакт, про наличие неприятного контакта и желание приятного. И, соответственно, отсутствие этого приятного контакта. Там такой есть внутренний конфликт. Мне надо с этим взаимодействовать, и я не хочу, или у меня нет сил больше с этим взаимодействовать. Я бессильна, я испытываю негативные эмоции, как правило, сильное раздражение, но и при этом я бессильна или бессилен. И вот это сгружается в тело. Значит, артриты и артрозы – это про сильное самообесценивание. Я с чем-то не справляюсь физически. Кого-то не могу удержать, что-то не могу получить, кого-то не могу отпустить, с какой-то работой не могу справиться. То, что делают руками. Вот это может быть. И переломы – это самое сильное самообесценивание, потому что ломкость костей – это максимальное самообесценивание. То есть я вообще не могу, настолько не справлюсь, я не могу на себя опереться, я себе не доверяю, я очень сильно в себе не уверена. И тогда это переломы. Значит, если в кисть сгружается, то это я не могу управлять или боюсь, что я не справлюсь с управлением какими-то процессами. Это может быть связано как с работой, какой-то рукой то, что человек делает, либо в общем такое состояние, что я с чем-то не справлюсь. Значит, мизинец обычно – это у нас, так как это самый маленький палец, то это либо человек что-то скрывает и боится, что это тайное выйдет наружу, либо оно уже вышло наружу. Это один такой аспект, который здесь может быть. Второе – я ощущаю себя маленьким, незащищенным, уязвимым по сравнению с другими людьми. И вот эта уязвимость мне продавливают. Тогда, может быть, какие-то нюансы с мизинцем. Дальше. Безымянный палец – это, как правило, про отношения с партнером, с мужем, с женой. То есть это тот палец, где мы носим обручальное кольцо. Средний палец – это чаще всего про сексуальные отношения. Это секс с мужем, с женой, с партнером, либо неприятие секса, он не такой, как хочется, либо его слишком много, либо слишком мало. Ну, в общем, какая-либо неудовлетворенность и раздражение или самообесценивание с этим связанное. Либо человек с собой недоволен, либо партнером недоволен, либо всем вместе. Указательный палец – это палец, который обычно указывает направление, либо что он еще может быть. Ну, иногда это палец, который прикладывают, типа, тише, надо о чем-то молчать. Либо палец указующий, указующий, что-то приказывающий. Поэтому, когда может страдать указательный палец, когда кто-то вам что-то приказывает или указывает, куда вам надо двигаться, а вы туда двигаться не хотите, потому что это не ваши цели, не ваши ценности, а ценности другого человека, например. Либо не в той форме вам это приказывают. И такой возникает внутренний конфликт, тогда может пострадать указательный палец. Кто-то доминирует, указывает, давит на вас. Либо ругает, часто вот так вот пальцем показывает. Причем чувства, кстати, сильные могут быть у мамы, а с пальцем может что-то случиться у ребенка. Это вот если до семи лет, то там сильная связь с мамой. И если пострадал палец у ребенка, то это не факт, что это его переживание, это может быть еще и переживание мамы. Не забываем об этом. А ребенок просто транслирует и показывает. Это может быть тема обвинений, указаний, показывания направлений и так далее. И какое-то вот раздражение с этим связанное, либо обесценивание себя. Большой палец – это тема давления, сопротивления, одобрения или неодобрения себя. Тема осуждения себя. Потому что, да, мы можем показывать большой палец вверх, можем показывать низ. Вот, то есть, окей я или не окей, как я к себе отношусь. Чем-то похожа психосоматика пальцев на ногах. На самом деле, ну, примерно про это же. Там просто, может быть, какие-то свои нюансы дополнительные могут быть. Потому что все-таки руки – это что-то делать, а ноги – это куда-то идти. Вот. А так что это тоже психосоматика. И все это можно проработать через психотерапию. Всего вам доброго. До свидания. Все мои контакты внизу в описании под этим видео. Продолжение следует...